Насчет руководства, оборонсервисом, я читал в одном журнале, когда у генерального директора, который производит всю продукцию Sony, председатель совета директоров, у него спросили, а вы сами имеете техническое образование? Он говорит, нет, я вообще-то филолог по образованию. Он говорит, минуточку, у меня для этого есть совет директоров, мне не нужно в этом знать, я осуществляю общее руководство, я отвечаю за это общее руководство, говорит, мне не нужно знать подробности, что, к чему присоединяется, я не обязан это знать. Вот такой должен быть, директор должен быть директор любого чего-то, конечно, директор завода, знаешь, у нас часто в фильмах в старых показывают, директор завода, который сам может встать к станку, неправильно, руководящая должность. Есть главный технолог, есть главный инженер, руководи, руководи процессом, чтобы люди зарабатывали деньги, чтобы у них был обеспечен быт там у рабочих, чтобы был, там куча обязанностей у директора, за что он отвечает. А производство, он может не знать это производство. Главное, грамотно, грамотно этим руководить. Он не должен быть космическим, там, гением. Для этого есть ученый совет, есть там и так далее. Понимаешь? Сейчас другое, сейчас более, вы помните, как у Райкина, у Райкина было, говорит, так, где, говорит, мост строя, помнишь, у него есть миниатюра, где, говорит, он говорит, вот пиджак, смотрите, говорит, и так показывает, говорит, вот пиджак. Я говорю, ребята, он говорит, извините, я делал пуговицы. К пуговицам претензий есть? Нет. Он шил рукава. Чтоб так только не получилось, понимаешь? Как взлетели и не с той стороны присобачили, помнишь, не с той стороны, перевернули датчик, там, чего-то, и из-за этого упала ракета. Вот за этим должны следить специалисты. Значит, директор не должен этого знать. Он не должен. Он осуществляет общую... Ну, правда, если упадет ракета, директор ответит. Потому что организовать, подбор кадров, организовать всю работу обязан директор уметь. Понимаешь? А вникать в каждую подробность директор не обязан.